В ИСКА, понятно, но у нас, значит, будет хоть ИСКА-то сегодня, то есть завтра. Итак, у нас Алиса против Лили. Так, если они... А, это вообще у нас баттен-чек. Я смотрю, они уже всерьез там друг друга мочат. У нас играет Кенза против Саприм. Это дополнительный суперфинал по Супер Стринфайтерам. Кстати, арена точно такая же, видишь? Абсолютно. Ну, вот это Супер Стринфайтер. В целом, даже плашки остались такие же. Так, ты пока расскажи, что происходит. Меня, знаешь, что поражает? То, что Гринлеа у нас играет за одного персонажа. Да, да. А, она у нас, в принципе, не принимает так систему, да? Ну, возможно, да, как и я ей. Родственные души. Все так. Это очень интересно. Крехенко стабильно за свою Ларса. И, да, и Алиса тоже где-то всегда близко. Близко всегда где-то. Алиса вместе с этим лево у нее. Слушай, ну, у Алисы очень сильный зонинг, в принципе. С ней ошибаться нельзя. То есть, если у Лилии достаточно знать ее какие-то основные вот эти опции, знаешь, из разряда абсолютной мощи, мид-лоу. А вот эта с дешевой удар. Да, у нее очень много опций сильно наказываются. Хенка, кстати, Шалуни любит полуголых мужчин в Теккене. Заметь. Да, да. Вот хоть один мужской игрок в Теккен выберет Ларса полуголым, а? Ну, я как-то гонял его в розовых штанах. Что, простите? Один-один у нас. Я напишу завтра Хараде. Да, да. Да, Гринлео не мешает отсутствию второго персонажа для свича в экстренных моментах. Хенка, что-то, поролос. Достойно держаться. Вот он. Вот эта опция, сродни Blazing Kick у Чаолана, имеет такой же минус. И очень сильный high crash. Escape броска с правой кнопки, да. Причем это не революшнские броски, которые там эскейпят спустя полчаса. Да, здесь очень жестко. Окно для эскейпа, ну, наверное, фреймов 5. Нужно эскейпить с самого начала анимации. Поэтому не обольщайтесь. В рейдже, Лили, очень сейчас может быть жестко, либо с любой камбой. Нет, рейдж уже закончился, сейчас у нее шансы на победу резко падают. Да, сразу как надо было. Потому что после лаунчера она... О, опаньки. Ну, не панишет и не... Вив пыталась поймать на прессинге оппонента, но не удалось. 2-1 по раунду в пользу Хенке. Гламутный Ларсик. Пока разрывает. Вот ненавижу этот удар у Алисы, честно. Вот этот ее... 2-2? Зарядка, вот эта адская. Это хуже пил, мне кажется. Смотрела, смотрела Хенка на прессинг. Решила сделать. Дешевый удар. Ну, да, у Хенки по ходу боя явное преимущество в том плане, что она знает так систему, и это позволяет ей больше дэмэдж наносить безнаказанно. А Лили приходится как-то играть на эвейдах, на ошибках оппонента, на миксапах. Ну, вот, кстати, пример того лаунчера, который сильно наказывается. 3-1 по раундам в пользу Хенки. 1-0. А кто у нас пришел из лазеров, кто из Винеров? Не знаешь? Мы тоже ничего не знаем, к сожалению. Ян, ты не знаешь, кто из них Винер? Гринлеу из лазеров, да? Гринлеу из Винер. Винер, да. Гринлеу в Винер, представляете? В этой игре засили парочек, она своим синглом, гордом одиночестве прошла до самого финала, не отдав ни одной игры. Это дорогого стоит. Насмехается. Ну, в таком случае у нее есть шанс еще как минимум два боя. Она может тебе позволить слить. Отдавать что-нибудь там. Да, как бы, в принципе, своеобразная страховочная подушка у нее есть. В виде двух боев. Она может использовать это как шанс изучить оппонента. Да. И привыкнуть к скриптам, да и вообще матчап как-то лучше усвоить. Конечно же, это не отменяет того, что Хенка может в следующем бою поменять пару. Меня вообще удивляет то, что в зале нет хайпующих людей. У нас в конце концов девочки дерутся? Мальчики. Мальчик в Street Fighter и командный Батэкин. Даже Кинг, который сегодня кингуша и который падает до женских половинок, как-то там. Хенка тащит, продолжает. Да. Сайдстеп 1 плюс 2 от Алисы, если я не ошибаюсь. Очень неприятная опция, но не критичная. А это вот ее удар сверху. Это 1 плюс 2 просто, да? Она спамит. Вниз вперед 1 плюс 2. Да, Кинг не упускает шансы делать так комбы. Это выгодно отличает ее стиль от того, что сейчас демонстрирует Грин Лео. Вот постоянные роллы на вейкапах. Escape 2 рук. Escape 2 рук, да, был сейчас. Но учитывая, что Ларс спамил 1 плюс 2 во время боя, наверняка Escape был на мэшен. И второй раунд за Хенкой. Покидаешь нас? Вам спасибо. Все. Оба персонажа сейчас в рейч-моде. Но, в принципе, у них запас хитов такой, что ни один джаггл не убьет. Только с продолжением с вейкапа. Вот, снова командный бросок от Лели. Вроде дожила все-таки, дожила. Да. Заметил, кстати, она уже не продолжает эту серию мид-лоу. Сетапит на колено для того, чтобы потом развести на какую-то опцию. Поймала в БТ. Удар с переходом в БТ. Постоянно оппоненты держат блок. Не торопясь, отступают. Погреш канцел не использует никто. В принципе, это спорта, это продвинутая техника в текине. Вот, трех хитовик в лог. Дебаггер не в рейнже. За счет этого Лили устоял на ногах. Но сейчас Ланс дожмет ее. Я в этом даже не сомневаюсь. Так, Хенка сбрасывает вниз. Минлео. В чем достаточно делает это. Итак, теперь у них равная ситуация по матчам. Хенке, как и Гринлео, нужно выиграть два боя. Почему? Уверенно сбрасывает ее. Посмотрим. Да, можно сказать, они сейчас в сетке на одном уровне. Гринлео что-то обсуждает с Рупусом. Он ей какую-то страту, наверное, советует. Что вообще делать с Хенкой? В этот момент Гринлео понимает, что джойстик все это время был отключен. А, нет. Дальше у нас будет ГГшечка. Ну, ГГшечку-то я, конечно, буду коммитить. Четыре человека осталось. Че, ГГ закончил? В ОГА, Оверкил, Плаха и Трейтер у нас в ГГшке. Мы их увидим скоро. Чем временем Лео вернулось. Что уже два года ничего не выигрывал. Может быть, сегодня у него будет шанс. Что-то получится. Мне кажется, он не выиграл, потому что тупо не приезжал, знаешь же. Полнее возможно. Занимался бытовыми вещами. Пока Гринлео тащит. Эй, малыш, как бы говорит, Лили. Пассивно Хенка сейчас себя ведет. Съела все, что могла. Думаешь, расслабилась после двух боев? Вполне. Андрейч Мот от Лили. Сейчас может прилететь от ветка. Проблема в том, что Лили, мало того, что она одна, у нее нет пары и нет возможности делать так комбо. Так она сама по себе персонаж-то не очень дамоговый. То есть я за Лили не видел ни одной комбы больше, чем наполовину. Стеночки. Гарантированный волнгейм. Не пытается даже никак схватить. Вейкапить не пытается после гарантии. Да. Гринлео стабильно спамит броски разных рук. Хенка с переменным успехом их эскейпит. Плюс полезло чем-то. Удар луженым лбом. Опять командный бросок. Ситапим плюс бросок. Ситапим плюс бросок. АП в 4 на вейке делает свое дело. Джаггл с БТ-стойки. Очень вкусно. Так. Уже пошли постбросковые ситапы. Плюс ладошечка. Медовая. Доктор, мне кажется, у меня посттравматический стресс. Мне кажется, у вас постбросковый ситап, уважаемый. Завязывайте с файтингами. Ох, хорошо поймала. Так. Влезла вовремя. И... О, понти. Чуть-чуть не достала. Контр хет. Удар с перебиванием. О, заблоченный дебаггер. И джаггл. Причем джаггл полный с баунсом. И заметьте, сколько он снял. Меньше половины. А если бы был так? АП в 4 в блок. Наказывается джебами. В принципе, почти все АП в 4 в игре накажутся исключительными джебами. Лаунчером не накажут. Вейкап игра от Ларса. Итак, комба. Очень жестко. Туши свет. Прилетела мимо. Плюс. И попытка бросок. Смотри. Уже начала стебить, наказывать. Где-то. Да-да, видно. О! Бросок с левой руки. Несмотря на зрелищность, наносит подарок. Мне кажется, я теряю тебя голову. Сказала Алиса. Сейчас Хенка применяет тактику Гринлео. Сетапа и спам бросков. Только Гринлео явно к этому не готова. Вопрос, кто кого еще изучает. Снова командный бросок на ВИФе. Вот Ларс неосмотрительно пытался перекатиться и огреб в БТ-лаунчер. Настало даже лезть туда. Вот смотри, сетап, кстати. Интересный микс через стойку сейчас был. Бросок вообще посреди просто. Бросок с правой руки. Покусик! Гринлео берет первый бой, и ей нужно победить еще раз. Разочек, разочек. Всего шажок. И она чемпионка. Хенка невозмутима. Колумбия. Не могу прям пить постоянно нужно. Горло, горло саднит. Няких смен персонажа, ничего. Да, ладно, зашлись ребятки. Все тщетенько. Домотай. Домотай. Домотали и разошлись. Оп, присела. А почему этот дебаггер не залаунчил? Или он не лаунчил вообще? Шанс смотрит, что он. Так. Рейч мод Ларса и так-так комбы. Еще джебы, броски работают отлично. Да, просто не устает это, кушать Хенка. Гринлео даже пытается миксить, но как бы Хенка садится не хочет под бросками. Матерью клянусь, я тебя посажу. Как бы говорить нам Гринлео. Очень настойчиво спамит миды. Спешл мид сетап под бросок. Спешл мид сетап под степ. Спешл мид снова бросок. Нога дебила в контрхит верхняя. Хороший степ после минус. Ну, АП в 4 легко степится. Вопрос, как наказывать? Вот, заблокированный дебаггер. И наказание до самой стены. Да, после вулгейма, конечно, Гринлео явно теряется. Наказание джебами и мощный миксап. Еще один раунд отделяет Гринлео от абсолютной победы. Покусик, степ, покусик, джеб. Спешл мид. Не терять голову. Шансы есть. Да, да, да. Сетап из мид на второй мид. Обошла. Сайдволк. Очень сильный сайдволк с броском. Слушай, ну, Гринлео держится очень уверенно. Оборона железная. Снова сайдволки. Обрати внимание, насколько эффективные. Да, да, да. Просто заходит за спину без шансов. Ничем не мультистепом, а именно с адвоком. Да. Говорит, я никуда не тороплюсь, как бы, говорит Гринлео. И держи тебе бросок. В своем стиле, ровненько. Абсолютно спокойно. Опять.